Что мы все про дзен да про дзен, давайте немножко про ютуб. Ни для кого не секрет, что в принципе с ютуба нужно тоже платить налоги. У нас в России практически любой доход облагается налогом, если по-честному. Ну так вот, многие считают, что платить вроде как не обязательно, но посудите сами. Вам на карту ежемесячно приходит какой-то платеж, чаще всего в долларах. Сейчас на самом деле можно на ютубе и в рублях получать, но тем не менее, многие оставляют доход в долларах. Ну так вот, каждый месяц регулярно приходят какие-то доллары из-за рубежа. Как вы думаете, высока ли вероятность, что налоговая вами заинтересуется? По-моему, довольно высока. Ну так вот, она может быть не очень высока до тех пор, пока у вас какие-то копейки падают, вернее центы, раз уже в долларах. Но как только ваш доход более-менее увеличится, вам припомнят как бы и старые долги, и новые долги. В общем, я считаю, что лучше заплатить налоги и спать спокойно. Другое дело, как их платить. Ютуб иностранная организация. В принципе, если вам доход приходит в долларах и сразу конвертируется в рубли, то все понятно. Ну то есть, если вы зарегистрировали в банке рублевый счет, указали его в реквизитах Google AdSense, то доход с ютуба сразу приходит как бы в долларах, но он моментально конвертируется, и все. Дальше все по стандартной схеме. Вы регистрируетесь самозанятым, указываете доход в этих рублях, все, никаких проблем. Но что если доход с ютуба приходит в долларах? В приложении Мой налог нельзя указать доллары, там только рубли. Давайте разбираться. А это Критов, подписывайтесь на мой канал, ставьте нравится и поехали. Ну так вот, если вы планируете получать доход с ютуба в долларах, то что вам нужно сделать? Ровно так же зарегистрировать долларовый счет в банке, потом ровно так же зарегистрироваться как самозанятый, устанавливаете приложение Мой налог, и тут есть один нюанс. Скажем, каждый месяц вам приходит по 100 долларов. Я по ошибке сперва думал, что с них нужно платить налог только тогда, когда ты их перевел в рубли. Ну потому что налог-то в рублях же у нас. На самом деле это не совсем так. В день, когда вам пришли 100 долларов, скажем, ну любая сумма, которая вам пришла, вы должны их пересчитать по курсу Центрального банка на этот день и указать в приложении Мой налог, что была у вас продажа. Потом вы с этой суммы просто заплатите налог, а эти деньги, там 100 долларов или сколько вам пришло, они могут у вас оставаться в долларах, можете их переводить, хоть что с ними делать, их не обязательно конвертировать, не конвертировать, просто по курсу Центрального банка на тот день, когда они поступили, вы их пересчитываете и направляете отчет в налоговую через приложение Мой налог. Все. Сделать это нужно не позднее 9-го числа месяца, следующего за налоговым периодом, в котором произведены расчеты. Ну скажем, приходят мне деньги 25-го числа, я должен до 9-го числа успеть сформировать чек и отправить его в налоговую. Ну вроде бы все вот так просто. Вот, зарегистрировался самозанятым, указываешь, платишь налог. Вот, если вы не знаете, как зарегистрироваться самозанятым, то в принципе я об этом рассказывал в одном из своих видео, в подсказках прикреплю. Ну а у меня на этом все. Подписывайтесь на канал, ставьте нравится, до новых встреч. И на инстаграм тоже подписывайтесь.